МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Витамины, минералы. Разнообразные, полезные вещества находятся в этих коробочках. Когда россиянин покупает мультивитамины и читает их свойства, он свято верит печатному слову. Однако исследования Гарвардского медицинской школы говорят об обратном. К эксперименту привлекли 15 тысяч врачей старше 50 лет. Часть из них принимали мультивитамины, а часть из них принимали пустышку. То есть ничего. Результат оказался интересным, ровным счетом никаких изменений, как в первой, так и во второй группе. Никаких изменений в течение 14 лет. Никакого предотвращения инсульта и инфаркта миокарда, о чем так громогласно говорили разнообразные мультивитамины. Снижение количества смертей от патологии сердечно-сосудистой системы выявлено не было. Вот и подумайте, сколько людей обманываются. Вот еще случай, когда биоактивные добавки подвели мужчин. Как известно, кальций очень нужный элемент для наших костей. Но вот вопрос. Каким путем он поступает в наш организм? В течение 12 лет Национальный институт здравоохранения Соединенных Штатов Америки исследовал 390 тысяч пожилых людей. И выяснил, что добавки кальция, кальциосодержащие антоциды и мультивитамины, принимаемые в количестве до 1000 мг ежедневно, увеличивали на 20% риск сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин, в отличие от тех, кто их не принимал вообще. Хочу заметить, что естественный природный путь получения кальция из продуктов, данных нам Богом, это всегда безопасный путь. Включайте в рацион своего питания разнообразную растительную пищу. Большая часть этих продуктов отвечает как за профилактику, так и за лечение заболеваний сердца. Об этом мы говорили и будем говорить цифрами, статистикой и неопровержимыми фактами. Следите за нашими новостями о здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова